всем большой привет давайте смотреть косметичку которую я собрала на март первый в месяц весны косметики взяла много пусть будет разнообразие если до чего-то руки не дойдут главное что мы сейчас с вами получим наслаждение перебирая косметику и у меня будет выбор весь месяц чем воспользоваться база она у меня находится в project pen выглядит выглядит вот так разноцветная очень хорошо подготавливает поверхность кожи разных цветов к тональным средством выравнивает очень даже неплохо выравнивает увлажнение дает всем хороша мне она нравится пользоваться буду пока не закончится единственное что у меня видите локация новая из-за ремонта еще углы где можно приткнуться чтобы не было инструментов и всякого такого ремонтного барахла хотелось тональный крем будет у меня один весь месяц это его мозаик биби spf очень хороший 30 вообще я его люблю и на лето но если что летом можно и приобрести второй оттенок бежевый давайте я вам сейчас его покажу так как косметички теперь раз в месяц то интересно я думаю все будем смотреть потому что скучно без косметики и по-быстрому смотреть то чего не помним как выглядит не интересно поэтому будем сейчас рассматривать прекрасно работает сильно не перекрывает но лицо становится холеного симпатичным консилер камуфляж это у нас катрис оттенок у меня 001 я сижу прямо вот буквально около меня уже окно он светленький и выглядит очень даже хорошо не сушит стойкий и высветляет немножко зону которую надо высветлить ну если сравнивать руки не знаю насколько это будет видно ну должен быть вид более симпатичный пудру пудр будет несколько давайте я вам покажу сначала цельные две пудры которыми я буду пользоваться может быть нет не сильно на постоянной основе но достаточно часто его мозаик первое тут же я вам покажу и скульптор очень хороший скульптор светленький замечательный пудрой я пользуюсь и так и я ее еще как-то примешала самосборную давайте вот здесь и и вам покажу вообще идеальная она тонко тонко ложится хорошо наносится будет она работать вторая пудра в палетке вот в этой здесь формула здесь более плотненькая пудра я ее тоже и примешивала видите она уже тут вовсю используется и отдельно я ее использовала и мне она тоже нравится сейчас я просто хочу видите следующий swatch получается здесь первая пудра нанесена здесь вторая и сейчас самосборную тоже вам покажу я постараюсь несколько раз воспользоваться вот этим скульптором а бронзер скорее всего нет но показать то я покажу но им скорее всего воспользоваться я ой нет нет вот это и вот так бронзер как тени либо на конец лета уже когда будет загар пока пока нет ни его время далее пудра валька которого я распробовала оценила полюбила и и супер вы знаете супер когда уже весь макияж лица сделан и вдруг я где-то что-то переборщила то она прекрасно все выравнивает и есть такое небольшое подсвечивание вам должно быть видно сейчас холеным лицо делает мне прямо она очень нравится ну и намешала я думаю не на два месяца на месяца аж на 4 я вам сейчас покажу из чего так попробую открыть вот ее как много у меня и что же здесь у меня получилось у нас тут остался пятачок правда переборщиваю многовато набрала тем не менее вот она тоже получается подсвечивает в ней есть немножко блесток и лицо очень красивая холеная но насколько возможно мое лицо потому что чудо все равно не происходит если лицо например не 20-летние то естественно свои проблемы возрастные ну в общем вот тут у меня на руке все 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 пудры которыми я буду пользоваться не знаю есть ли смысл сравнивать две руки на лице все смотрится красиво далее из чего я это смешивала биби пудрочка она прям розовая розовая яркая яркая сейчас я не буду ее показывать подробно хайлайтер которым я буду пользоваться и как хайлайтером продолжать потому что я оценила вот эти первые три оттенка но я их раньше знала что они как хайлайтер у меня работали а вот эти два продукта я сейчас добавила в пудру даже три вот это тоже вот то что здесь наковыренная это туда ушло вот эти все три хайлайтера оказались очень даже неплохими они хоть и рыхлые но работают прекрасно на лице у них есть даже небольшой до хромик эффект двойное такое освещение но сейчас прямо конкретно дневное освещение на улице поэтому не так сильно будет видно даже если я вспышку включу мне кажется не сильно будет видно хотя может быть вы что-то и увидите но то что светится это да мы когда смотрели с вами отчет project pen вот там было хорошо видно может быть даже и на пальце будет это уже стерла ну ладно и так как та пудра очень очень розовая от эйвон трешка здесь отсюда пудры ушло достаточно она такая темненькая если то сильно светлая то это вот она видите с блестками и темненькая и она там очень хорошо вписалась ну и вот эти два продукта тоже у меня будут в течение месяца в использовании но не так часто так скульптор я им уже пользуюсь и румяшки так что project pen работает и работает очень даже хорошо ролик будет длинный очень длинный потому что я себе не отказывала ни в чем на что смотрели глаза и тянулась рука ларты оттенок 0,1 новиночка еще особо не использовала прекрасный цвет прекрасный цвет один раз я и попробовала и все очень красивый оттенок четвертый оттенок в этой линейке очень похож на скульптор от шум прям хочется потестировать эту румяшечку у меня оттенок 31 с девочками сегодня говорили про их эти румяшки то что они сыпучие мне надо их потестировать очень пигментированные сыпятся немножко но как на щечках я только один раз использовала а хочется прямо вот поносите посмотреть поточнее сходу даже не дашь пока оценку ходжо красавица ходжо это кремовые румяна в оттенке 2 да правильно я смотрю оттенок 2 еще не использовал но какой красивый оттенок нет один раз использовала какой тут красивый оттенок вот видно да много блесток розовенький хорошо наносится я так думаю но один раз тоже вот это не отцов пока один раз поэтому хочу потестировать конечно же project pen никто не отменяет я не понесла продукты из project pen только те которые ну в одиночном например варианте и без них никак тут не обойтись в ролике оставила пупа оставила потому что здесь тоже розовые но они сухой уже текстуры розовые это же есть вот это золотинка и мне хочется так вот к вот их рядышком даже посвотчить как они будут выглядеть потому что что здесь золотинка и что там но здесь персика больше здесь розовый оттенок так что вот пупа остается по моему в прошлом месяце я им вовсю уже пользовалась не помню показывала или нет но пользовалась точно вот этот взяла оттенок румяшек и хайлайтера потому что я его часто забывала и взяла чтобы он не обижался на меня несколько раз надо обязательно воспользоваться вот здесь хайлайтер такой что я думаю его тоже можно по чуть-чуть даже добавлять в пудровые текстуры видите он какой он дает подсвечивание и благодаря этому в любой пудре он будет хорош я имею ввиду рассыпчатые поэтому очень может быть что в свое время этот продукт будет уходить туда а вообще когда я набираю кистью эти румяна вот видите они достаточно пигментированные то я зацепляю и хайлайтер этот и он немножечко высветляет оттенок румян соскучилась я по своим румяшкам по 183 дня вообще вот эти румяна я использую достаточно часто пользуюсь именно вот этой пуховкой оттенок красивый и к ним рука прям тянется каждый раз они можно переборщить запросто просто на фоне тех пигментированных эти кажутся побледнее но ими переборщить тоже можно поэтому они уходят потихоньку да я и не тороплюсь потому что настолько красивая упаковочка что одно удовольствие ими пользоваться давайте их вот сюда поставим далее мы еще долго мы будем смотреть и смотреть еще хайлайтеров будет много очень мне понравилось вот эта палетка трешка макэнди оттенок 01 какая эта красота кто пользуется скульпторами обратите внимание она хороша всем все три продукта которые здесь есть они отличные я достаточно пигментированно получилось потому что я как раз по всем пудрам прошлась хочу обратить внимание на хайлайтер смотрите я наслаиваю и он все ярче и ярче он прямо вот вау классная палетка макэнди молодцы это у них прям шедевр получился реально давайте я его сюда в уголок хайлайтер тоже когда показывал вам лучшие средства очень соскучилась это от оттенок 3 не знаю если они сейчас и мне захотелось его тоже взять не часто я пользуюсь такими яркими ну тут прямо ручка потянулась симпатичненько ламель тоже знаете взяла один-два раза всего может и воспользуюсь потому что но много набрала тон 101 но этот хайлайтер мне очень нравится я вот здесь вот все копаю копаю никак не прокопаю у него очень плотная текстура самые волны не трогаю а вот это вот вместо нам не хочется прям дырку прокопать но пока безуспешно надо наверное чаще брать вот он идет сюда 3 нанесу он посветлее предыдущий дух и смотрится симпатично месяц длинный 31 день все успею поносить еще два хайлайтера один тоже старичок но которым я редко пользуюсь мне вообще хочется на следующий год взять несколько продуктов вот подобных которые мне очень нравятся и которые достаточно как бы выглядят новыми и попользоваться ими поактивнее чтобы было заметно что они убавляются так ну и новиночка давайте вам покажу новиночку это тоже макэнди где у меня тут вход вот бренд и и это хайлайтер светленький такой лёвушка вот он какой под рукой остался один продукт это бронзер первый оттенок ну эссенс почти все это ну как компактная пудра до мозаиках но для меня бронзер я вот так набираю давайте вот здесь нанесу так что продуктов очень много буду гулять следующее что мы с вами посмотрим это карандашики туши без изменений я вам их просто горстью покажу так вот эта база от эвелин не нуждается ни в какой рекламе две старушки которые просятся уже в пустые баночки в пустых банках я уже скоро вам покажу и кисти и все но они уже прямо вот реально вот такие вот старушки последний месяц в конце марта обе красотки уйдут уже в ролике увидите в пустых банках то есть им последний месяц жить ну и водостойкая кабаре бивен сабо но наш чпокает свеженькая новенькая только-только куплено и the one это новиночка от oriflame тоже она ко мне в подарках только-только приехала свеженькая новенькая им еще жить и жить и они будут работать вот в парочке но в основном я сейчас вот до пользу эти две и они от меня уйдут карандаши для глаз давайте я вам тоже быстренько покажу первый красавчик это от пастель косметик металлик он достаточно стойкий а вот где оттенок смотреть вот это что ли ну что я тут не стерла ну ладно дать после карандашей сотру оливковый это любименький оттенок у меня коричневый шоколад это иван черными я крайне редко пользуюсь от иван из этой же по моему линейки green dream такой темно-зеленый очень красивая зелень такую зелень я люблю и также взяла спасеныш это faber league sport and пляж это карандаш как он называется его надо вот прям как следует стереть и верхний слой подсыхает я хотела выкинуть а девочки ты сотри верхний слой и у тебя все работает да и правда я стерла сейчас ведь опять какое-то время полежал верхний слой опять немножко как будто замыливается но когда пользуешься все хорошо так что буду пользоваться этим он отстойкий и любой снегопад и водные процедуры все выдерживает и от мэри кей двойной карандаш здесь тени рыжики так выглядят а с другой стороны каял коричневый он интересен тем что он с золотом в конце года скорее всего этот продукт от меня уже уйдет он очень старенький стал и максимально его на 2 я не догадалась его в project вам взять можно было бы конечно его попробовать использовать но такие продукты очень сложно закончить вот он из года код пользуюсь регулярно но заканчивается медленно вот все что по карандашам у нас 20 минут а впереди много помад и теней так что тени база под тени будет у меня от catrice я swatch делать не буду просто покажу что она вот такая очень хорошая база работает тоже хорошо мне нравится и тенюшки которыми я часто использую семена как базы и также я их использую как топпер уже поверх макияжа это покажу вот такая красота розовое золото и когда я их использую поверх коричневого макияжа вот поверх тех же каялов коричневых карандашей тогда румяшки вот эти вот прямо вот самое то сюда они так как розовые золотом смотрятся очень красиво все вместе ну и теперь тени чего я только не взяла взяла свою любимочку сто лет не брала ну как сто лет у меня пара месяцев без них это сто лет асти лаудер не часто я ими пользуюсь 19 оттенок но это самый красивый оттенок в моей коллекции и единственное я подобных нигде не находила а так бы хотелось что-то подобное чтобы издавали чаще посмотрите какое это чудо это реально красивые тени даже кто-то из девочек написал что на авито искали нашли купили и счастливы там смог реально таких теней поискать из однушек я беру еще пупа памп это все подарки 203 оттенок но сейчас пупа изменили дизайн у них так по длине и стали упаковочки и кисточка по вам сбоку стала они в паре хорошо смотрятся в макияже не могла мимо пройти кика милана это у нас оттенок 03 магнитные тени обожаю их лере тысяча спасибо как пользуюсь я этими вот любимыми продуктами так вспоминаю и благодарю потому что она меня побаловала вот такой интересный оттенок и вот такая тенюха магнитные вообще интересные им ничего не делается они все время как новые потому что форму снова принимают вот такую как есть далее из однушек еще я взяла так кто ты у меня а вот лореаль ну смысла нет показывать потому что название уже ни о чем не говорит такую не найти такой красивый серый оттенок прямо очень красивый серый оттенок как снег далее базовую палеточку я взяла от пупа любаша дарила огромное спасибо здесь очень хорошая растяжка какой здесь черный никаких черных карандашей не надо все нанесу смотрите уголь коричневый но хорошие они сыпятся поэтому тут надо осторожней но на глазах смотрится отлично этот уголек то не так просто и вытереть пальцев вот этот белый оттенок вот видите каким становится но это никак не влияет на сам оттенок вот такая базовая и белый он небольшое сияние имеет самодостаточная ей уже больше ничего не надо вот она одна работает прекрасно так чуть-чуть опустимся далее оставляю оставляю с прошлого месяца одно и беру новинку вторую это мода поп первый оттенок остается с прошлого месяца не наигралась потому что сделала немного макияжей вот этот оттенок неповторимый во второй палетке такого нет тут светленький рыжик вот он фольга только пальцем переносится выглядит очень симпатично так и пи 05 это новиночка еще ни разу не делала макияж здесь светлого оттенка нет матового поэтому обе палетки и остались то есть в помощь мне будет вот этот светлый оттенок вот так так что буду пробовать обе то одну то я уже пробовала буду пользоваться обеими яркую при я взяла от мэлт косметик палеточку вот смоки вот такой зелененький и я ее взяла не делать полные макияжи а как дополнение для цвета например вот к этим оттенком мне захочется наверняка вот такое что-то и вот такое что-то может быть и золото вот это темная свочи сделаю все но чем именно воспользуюсь я еще не знаю мне кажется немножко начинает ну вообще-то нет нет хотел сказать подсыхать то вроде нет но вообще вот у таких фольгированных тени есть опасность подсыхания время идет руки не всегда доходят но это очень классная косметика и вот этот четверочка очень они сыпучие поэтому сначала лучше макияж глаз потом макияж лица делать матовые тут сногсшибательные такие они яркие красивые но весны хочется что говорю прямо по весне соскучилась так спокойненькие нужны еще палеточки да сейчас я вам покажу какие будут спокойненькие ну не знаю насколько это спокойно но захотелось нежности еще это модерн балерина это вивьен сабо ну по-моему было да в одном оттенке в первом и здесь вот такого вот прямо все спокойное и интересное сейчас вот час отру давайте посмотрим четверочка нежненькая она самостоятельная и ничего больше не надо и поярче и по бледнее и последние четыре уже потемнее тут оттеночки затемнить можно ну а стрелочка там карандашики у меня яркие есть спокойная классная палетка здесь два вот эти светлых оттенка сейчас я вам их побольше покажу поближе пальца никак не ототрешь один как-то в тепленький а другой в нейтральненький да вот они оба и их видно я хочу почему наслоить чтобы вы видели что их прям видно действительно оттенки достаточно яркая палетка она хорошая не такая прямо нежненькая все следующее что мы с вами посмотрим смешбокс у меня их две я то одну по вторую с огромным удовольствием беру посмотрите какой дизайн красивый не перепутаете обе палетки горячо любимые и здесь вот эти два оттенка ух ты ух ты ну здесь черные нормальные очень даже нормальную вообще отличная палетка набрала лишнего я последнем оттенке смотрите сказка две палетки у меня смешбокс это вот просто на девочки иногда спрашивают покажи своих фаворитов это одни из первых фаворитов которые бы я показала вот эти матовые отличные тоже посмотрите так что на смешбокс можно спокойно обращать внимание где он вот этот розовенький тоже мне хочется показать что он отличный вот эти вот такая красотка ну и яркости сейчас еще покажу я уже брала эту палетку это пупа но я и делала 12 по моему макияжа всего поэтому мне хочется еще пару макияжей сделать тут всего-то три можно сказать макияжа так как три вот этих вот оттенка и они идут как добавка я думаю что именно как добавку я их и буду использовать беленький это стандартный сколько 32 минут у меня еще есть палетки сейчас все одно покажу от катрис до чего красивый дизайн вот эта золотая вставка это так дорого и красиво катрис вы молодцы вот просто отлично сделали и здесь вот такая красота это уже опять разряд нежности два глиттера в которые ручки тянутся потому что они сказочные они мягкие мягкие они свежие свежие но я не пользуюсь глиттерами но вот каждый раз на них прямо вот глаза останавливаются и хотя бы сводчи поделать единственное что девчонки говорили может быть их попробовать выковырить и добавить в прозрачный лак но с другой стороны что тогда палетка будет некрасивая ладно пусть будет сейчас я глиттер сотру с пальцев и посмотрим нормальные оттенки прямо у меня что-то на блеск потянуло сразу так что у нас здесь она схожа с балериной но здесь текстура немножко другая балерина как будто бы чуть посуше что ли здесь повеселее набираются сводчи так вот эти три один что-то как-то я вон такой телесный правда 7 ты не покажешь ну хотя все равно видно но вот эти прямо к ним на них и клюешь чаще всего куда мне вас теперь положить ну ладно лежи здесь ты такая красивая давайте помады смотреть сейчас я сотру руку и вернусь в стиках от faberlic старушечка беру помадку очень плотная текстурка ее сколько не используешь она все как новое но конечно на не как новое но в любом случае ее очень сложно зрительно убавить красивенная помада от мэйбелин супер стей оттенок тридцатый у меня тоже самое пользуюсь пользуюсь она все у меня как новенькая немножко убавилась конечно помадка это первый оттенок golden rose металлик тут цвет немножко необычный для помады ее не каждый раз используешь но когда хочется ношу с удовольствием два карандашка у меня вообще карандашей коллекции немного может быть пять нет шесть или семь это его мозаик нежно-розовый оттенок рука еще влажные вот так в любом случае немного и пройти 202 такой рыжик мои коричневые все помадки рыженькие он хорош подзабыла я от в этом вайлд вот этот бальзамчик надо его тоже поиспользовать его главное вовремя обновлять иначе он когда остается пигмент начинает подсушивать губы и поэтому его всегда нужно успеть обновить жидкие помадки это жан-мишель блеск последнее время как-то вот не то корее насмотрелась потянула на блески на жидкие помады даже хочется приобрести тинт не удивлюсь если вы скоро увидите в покупках перестаралась в общем жан-мишель дальше катрис необычный рыжик на рыжиков у меня теперь особые чувства не знаю какой оттенок ну тут прям конкретно рыжик нежный вот такой рыжик телесный рыжик да я вам показываю так выглядят оба попробую в этом месяце почаще пользоваться этими красавчиками и что у меня тут еще и жиденького то стеллари а вот стеллари мне хочется поставить под рукой оттенок 02 и в течение года его использовать почаще такой блеск можно сказать на каждый день золотой конечно но обновлять опять же рыженькие помадки или матовые помадки таким вот золотцем очень даже неплохо просто у меня подобное закончилась блеск подобный посмотрите какой тут пятигранник симпатичный и по жидким это можно сказать у меня старушка от лореаль 509 оттенок очень красивый блеск но надо его активнее использовать у него аромат в рот лезет вкус получается очень красивый цвет и очень большой объем пользуешься пользуешься ощущение все топчешься на месте вот поэтому его надо использовать ну и сейчас какие же помадки я тут набрала во первых новиночка ларты очень симпатичная оттенок 409 тут нам тоже листа дизайна интересно здесь поуже тут пошире помадки мы будем с вами наносить вот здесь кистью такие помады я теперь использую только кистью и как красиво смотрятся так с удовольствием под подобный карандаш носила это кто-то у меня за сэм в оттенке си но очень вот тут второй оттенок такая классная она кремовая но вот видите я ее тоже кистью использую уже от кисти остаются эти маски очень красивая она больше уходит в персик не знаю как здесь такой кремовый персик красивый дизайн самого футляра магнитная тяжеленькая китай даймонд третий оттенок выстреливает пулька я ей тоже кистью сначала я пыталась подружиться использую вот так но так невозможно очень плотная и я ее бросала а вот кистью хорошо пошло такой дизайн прикольный далее от гош у меня в подарках была всего одна помадка гош 161 красавица она черный футляр теряется в коллекции а я вот нашла и буду пользоваться матовая 0 3d essence тоже чтоб не забывать оттенки такие ягодные она тоненькая но плотная как-то бы закончить и все новенькая руж бани руж 103 оттенок это помада бальзам она такая прямо телесная телесная может немножко выбеливать губы у кого какой пигмент губ у меня бесцветные поэтому у меня так просто эффект губ магнитная крышка очень симпатичное оформление если так еще одна новинка вот и и я еще ни разу не носила это третий оттенок севентин увлажняющий ли сатиновая она называлась вот я ее еще ни разу не носила а буду носить тоже кистью потому что оттенок такой тоже необычный коричнево-рыженький я потом поближе покажу сводчи на руке далее арт-деко на арт-деко сейчас посматриваю снова прям что-то все хочется 825 это оттенок лини . оля дарила красавицу такую люблю вот прямо нежной любовью оттенок но пользуюсь редко видимо какая-то жалость что ли к ней красавчик шик 102 меня оттенок это тоже подарок посмотрите какой он красивый вот здесь арт-деко рядышком они даже кажутся похожи вот это по кремовый арт-деко чуть-чуть по суше так что у меня тут еще осталось люкс визаж я уже два дня использую вовсю 41 оттенок прямо захотелось удобно там далеко у нее есть перламутр такая вот она телесная как будто и не перламутр сатин до перламутр сатин так и проджек пена я вам покажу три штучки которые у меня на постоянной основе это люкс это обязательные просто помадки которые всегда под рукой если теме я пользуюсь обязательно то эти уже идут на обновление например у меня после отчета project pen первый месяц я расслабляюсь а ближе к отчету я пользуюсь только project pen это faberlic который мне хотелось бы закончить ближайшие два месяца если получится ну при таком количестве да но обновлять ведь если 31 день хотя бы но я обновляю помаду несколько раз в день и получается вот даже за месяц если в течение дня обновлять эту или эту это уже 30 раз до обновляют и я не один раз и от catrice малышка вот этот рыжик давайте вот здесь нанесу она прям талая приталая и я ее только кистью тоже наношу она тоже на постоянной основе у меня прям вот эти три под рукой вот такая у меня огромная косметичка получилось давайте я вам покажу продукты для губ под разными углами потому что вот смотрите наклонила и рыжиков активнее видно да да прям виднее становится почему я и кистью некоторые наношу потому что слишком ярко выходит и вот тут еще разгуляться есть где это мне очень нравится не люблю когда приходится показал косметичку а потом в течение месяца лезешь в свой ящичек все что-то выбираешь дополнительное буду с вами прощаться с косметикой не знаю может быть еще чем-нибудь погремим пошуршим марте месяце но пока будут влоги где-то ремонт будет мелькать ну и ближайший ролик я так думаю уход на март следующий ролик выйдет это уход на март теперь точно всем пока до новых встреч